ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На планах чуть более половины россиян по приобретению в ближайшее время нового автомобиля коронавирус не повлияет. Это в ходе опроса выяснили специалисты сервиса Авито. Пандемия, безусловно, вносит коррективы. Так, примерно каждый восьмой респондент заявил, что передумал покупать иномарку и приобретет машину отечественного бренда. Немало тех, кто не будет менять автомобиль, а вложит деньги в ремонт старого. Кое-кто желает пересесть на другой транспорт, в основном мотоцикл. ТРАССА СТО ОДИН За беспричину срабатывающую по ночам автомобильную сигнализацию хозяев авто будут наказывать. Соответствующую норму власти хотят включить в КОАП. Предполагается, что в первый раз нарушитель сможет отделаться предупреждением. Затем его будут штрафовать. О размере взыскания не сообщается. Замечу, что в конце прошлого года были внесены поправки в закон об административной ответственности в Кировской области. Согласно им, неоднократное срабатывание автосигнализации по ночам с 10 вечера до 7 утра стало наказываться штрафом от 1 до 2 тысяч рублей либо предупреждением. ТРАССА СТО ОДИН Volkswagen последовал примеру других автопроизводителей и продлил в России гарантию на автомобили на 3 месяца. Это касается машин, гарантийные обязательства по которым заканчиваются с 1 марта по 31 мая этого года. Теперь их будут бесплатно обслуживать до конца лета. Для примера, гарантия на новое поколение Volkswagen Tiguan или Polo, выпущенное в нашей стране, сейчас составляет 3 года. Из них первые 2 без ограничения пробега. ТРАССА СТО ОДИН Компания Черри запустила российские продажи более дешевых версий Tiggo 8. Цены на кроссовер начинаются с учетом скидок от 1 миллиона 399 тысяч 900 рублей. За эти деньги в машине имеются в частности полностью светодиодная оптика, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, кожаная отделка сидений, камера заднего вида. Мотор бензиновый, двухлитровый, 170-сильный. Привод передний, трансмиссия, вариатор. ТРАССА СТО ОДИН Власти предлагают выплачивать гражданам компенсацию по 10 тысяч евро при покупке нового электромобиля. Речь идет о Германии. Правда, согласно социологических исследований, сейчас только каждый шестой-седьмой немец не против приобретения экологически чистой машины. Большинство все-таки предпочитает авто с двигателем внутреннего сгорания. Также правительство Германии собирается рассмотреть вопрос о выплате покупателям новых автомобилей компенсацией в 2,5 тысячи евро при условии, что старую машину они сдадут в утиль. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН